Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка. Православные встречают Масленицу и готовятся к Великому посту. Традиционные атрибуты праздника – это чучело зимы и, конечно, блины – символ солнца и наступающей весны. В народе Масленица всегда была веселой порой. Считалось, те, кто не встретит Масленицу с теплотой, весь год проведет в холоде. Люди гуляли, веселились, собирались в большие компании. В какой-то из ней нужно пригласить друзей и родственников. В другой – отправиться самим в гости. Ритуал подсказывали название Масленичной недели – четверг, разгул, пятница, тещина вечерки, суббота, заловкины посиделки. В прощенное воскресенье принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды. К слову, сам смысл Масленицы в примирении людей. Главным символом Масленицы являются блины, символизирующие теплоту солнца и скорый приход весны. Они могут быть приготовлены по самым разным рецептам – от классических до экзотических. Как раз сейчас в Бендерах проходит конкурс на лучший рецепт и оформление блинов. Принять участие в кулинарном конкурсе приглашают всех желающих. Самое главное, чтобы рецепты были интересные, чтобы были необычные, и мы могли порадовать наших жителей. Финал блинного конкурса проведут в воскресенье, 10 марта. В Бендерской крепости пройдет масштабное гуляние «Широкая Масленица». В каждой из трех номинаций будет пять претендентов на победу. Определит самого достойного жюри. В их роли выступят и участники праздника. Будут изготовлены дополнительно блины, и эти блины будут раздаваться, дегустироваться всеми участниками нашего праздника. Масленичного угощения будет вдоволь, обещают организаторы. Блинов заказано более тысячи. Их можно будет выиграть, участвуя в различных конкурсах. Подготовлена обширная развлекательная программа с играми, хороводами, мастер-классами. Запланирован и обряд сжигания чучела-масленицы, которая олицетворяет уходящую зиму. Он будет сопровождаться красочным огненным шоу.